Всем привет! Я продолжаю изучать и рассказывать про комиксы Marvel. В этом видео мы сравним сильнейшие версии Геркулеса и Тора. Геракла я недавно затрагивал в своем видео про Старка. Начну с Тора. Взял я Тора Вестника Грома, так как он показал себя лучше остальных версий. Силой Феникса Тора обладал недолго, да и ничего интересного по сути не делал. Поэтому Вестник Грома. Получил часть сил от Галактуса. Бьет ослабленного Галактуса. Еще отбирает у него силу. Когда Галлан восстановился и стал на пике сил, Тор забрал вообще всю его энергию. Добил опустошенного Галлана до почти мертвого состояния. Со всей этой космической силой он победил Черную Зиму. Это она дала силы Галлану. Иииии все. Теперь Геркулес из события Войны Хаоса. Амадайчо влил в Герка всемогущую энергию. Избивает земных богов. Управляет временем. Нокаутировал серфера. Зевс поставил Галактуса на колени, а потом Герыч чпокнул Зевса. Да, если вдруг кто-то не знает, Геракл это сын Зевса. Геракл получил Ападгею, чтобы стать богом богов. Легко избавился от Афины. Стал в несколько раз больше планеты. Бьет и получает люлея Атомацию. Прочность Геракла, кстати говоря, не очень внушает. Ему там еще в моменте Тор помог. С помощью своих союзников они как-то начитерили и обошли поглощение от Амадсу. Отправили его в карманную вселенную, ну типа того. Восстановил вселенную. Ну и пару слов про самого Амадсу. Амадсу это что-то типа японской версии Хаоса. Покорял инопланетные божественные пантеоны. Сама вечность в недоумении отсила Амадсу и говорит что-то типа, что они равны. Амадсу поглощает земные божественные пантеоны. По подсчетам Амадея Амадсу поглотил более 98 процентов вселенной. Также отмечу, что одним из союзников Геракла против Амадсу был Галактус. И он был намного слабее Амадсу. Да и даже Зевсу слился. И в итоге мы получаем пропасть между этими двумя персонажами. Данная версия Тора конечно не слабая, но с мощью Геркулеса он не сравнится. Как собственно и тот же Галактус. Итого мы получаем, что олипийцы рулят, а скандинавцы слабаки. Ну, короче всем пока.